доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей мы продолжаем наблюдать за мэтью орсеном в игре snow runner и в прошлой части мы добрались до заправки где благополучно заправились благо топлива здесь местные власти дают бесплатно за то что мы вносим свой вклад в освоение региона ну и мэтью конечно же переночевал вот неохота было ехать по темноте исследовать новые места и сегодня нам предстоит с вами открыть две наблюдательные вышки изучить так сказать местность ну а также наведаемся вот наверное на лесопилочку посмотрим какие здесь ништячки есть значит также можно будет посмотреть все прицепы какие-то из них уже по моему открыты но на всякий случай еще раз проехаться чтобы наверняка ну и после того как мы откроем вот это вот наблюдательную вышку на северо-западе данного региона на обратном пути заедем посмотрим что же за улучшение здесь вот находится ну и после открытия значит юго-западной вышки наверное мы снова заправимся и благополучно вернемся с вами в гараж для того чтобы потом исследовать оставшуюся часть региона ну в общем то вот такой вот нехитрый план все мы эти давай просыпайся оп аж аж сдрогнул бедолага погнали погнали нам сейчас нужно заправки значит доехать наверное наверное все таки вот сюда я наведаюсь я не помню вот этот прицепь я открывал или нет давайте проверим все это дело время у нас ранее утро должно быть насколько я помню что-то около 6 утра так подсказка ну уходи до 7 12 7 13 утра так что фары нам не понадобится и так думаю эту лужу может быть объехать здесь можно да вполне себе мытью он даже умыться наверное не успел проедем через вышку которую мы уже открыли на первом стриме когда еще не зная ни имени главного героя не его так сказать жизненной позиции да но тем не менее тем не менее вышка была открыта автомобиль пока что справляется без полного привода так вот здесь хорошие тормоза нужны чтобы лишний раз ох ты залез все таки да но благополучно вылез ну тут уже полный привод рулит что называется так вот она лесопилка у нас здесь у нас имеется какое-то задание но задание нас сейчас не интересует мы просто исследуем местность готовим так сказать плацдарм для будущей своей деятельности так задание на срочную доставку здесь сама лесопилка нам нужно вот сюда пробраться к этому бортовому прицепу и посмотреть что он из себя представляет я его уже вижу в принципе так здесь конечно к нему заезд такой себе да он у нас уже нет смотрите мы его только обнаружили мы его только обнаружили он загружен двумя единицами брусков хорошо теперь мы знаем что этот прицеп тут есть и как батя сказал все что ты обнаружишь можешь забирать смело себе вот здесь особо за добром этим никто не охотится но посмотрим как оно дальше будет так давайте теперь глянем как у нас на карте этот бортовой прицеп да он теперь у нас смотрите открыт он нам доступен далее вот здесь мы цистерну с вами открыли да но вот эти вот прицепы у нас подсвечиваются сереньким скорее всего они еще нам не доступны и не открыты что же на ферме что-нибудь есть интересное либо здесь только задание а вот здесь вот что вот это такое просто бочки или или все таки да скорее всего просто бочки так куда нам дальше путь лежит дальше нам нужно пробраться в город посмотреть вот этот бортовой прицеп и полуприцеп платформу такой план действий погнали все полный привод можно отключить дабы не тратить топливо конечно оно достается нам не за деньги но до него еще добраться нужно а иной раз каждый литр может быть на счету да так нет все таки давай на полном греби что-то здесь что-то здесь только на заднем приводе не получается проехать так и аккуратненько ух ты мэтью повредил машину ай-яй-яй аккуратней надо ездить это тебе не боевой хаммер да мэтью в общем-то и на хаммере не ездил его всегда в горячей точке доставляли десантом так а вот и город судя по всему да ну как город городом-то это назвать навряд ли наверное получится ты дождик таскать начало что здесь написано vehicles over 40 короче я английский не знаю ребят так ну и давайте посмотрим где у нас эти прицепы находятся ага вот один нужно проехать прямо и где-то здесь у нас есть а вот это не прицеп это нам ничего не откроет это статичный это статичный принадлежит наверное людям которые живут в этом доме поехали пока из окон никто с ружьем не вылез потому что в америке дело такое обычное если ты находишься на территории частной собственности то тебя могут могут тупо пристрелить и все в некоторых штатах это узаконено и разрешено так тихо 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 так вот он этот полуприцеп тоже смотрите чем-то загружен 30 очков репутации мы с вами получили ну загружен так не кисло а чем чем он загружен нельзя посмотреть так ну здесь схематично к сожалению подсказок нет вот где не надо подсказки вылазит значит три ящика таких один такой такое а здесь если может вот здесь информация ага припасы на зиму здесь есть да или что что это такое или это для задания припасы на зиму ладно пока ничего трогать наверное не будем а это вообще задание боже мой мне карта нужна полуприцеп платформа ну опять таки не пишут что здесь ладно ладно далее нам нужно проехать вот сюда посмотреть вот этот прицеп пустой он или не совсем совсем пустой или совсем не пустой дома все однотипно так построены да ну свой какой-то стиль все таки присутствует вот возможно еще с времен дикого запада какие-то здесь строение остались а почему в общем то и нет почему собственно и нет давайте сюда свернем наверно можно было оттуда вот так напрямую или нет или здесь здесь нет проезда значит все правильно все правильно я отправился мэтью точнее идет дождик ну типичный в общем то климат наверное для данного региона на погрузке мы с вами были еще один бортовой прицеп мы обнаружили и он тоже смотрите уже загружен тоже какой-то ящик и здесь кирпич я так понимаю это кирпич это больно тонкий для кирпича ну хотя хотя наверное и такой кирпич есть не 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 похож похож на кирпич я поначалу подумал просто что это черепица так хорошо ну а теперь нам путь лежит вот к этой вышке давайте мы сюда наверное сделаем сделаем маячки поставим конечно здесь заблудиться наверное будет трудно но тем не менее так а здесь у нас типа проезд закрыт да там что-то что-то разлилось да но тем не менее смотрите люди живут здесь вот обнаружена новая задача которую нам с вами предстоит выполнять туда куда-то дорога пошла а здесь какие-то ящики что это за ох ты стоп 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 нет ворыки я не хочу наверное так же статичные объекты не нужно местных злить скажут лазит везде тут понимаешь все вынюхивает выискивает вон она вышка так тут у нас я не вижу никаких затонувших грузовиков и так далее так а это что за причал может здесь нам дадут прицеп для лодки вот этот нет или он здесь так же как статичный объект идет ну фаркоп вот этого пикапа есть а давайте попробуем может он прицепится не пока никто не видит подъехал не самым лучшим образом конечно так нет это прицеп чисто декор теперь больше не буду на такие внимание обращать прицепы для лодок нам они к сожалению недоступны а может быть и к счастью так сейчас будем пробираться это и вышки исследовательской запускать дрона благо здесь дорога такая себе более менее так а вот тут могут быть проблемы сглазил да давайте на пониженную перейдем кажется так будет лучше здесь пробраться потому что лебедкой здесь явно не за что зацепиться такое место подболоченное немножко вот дождь дождик вроде прошел почему машину не помыло или это я сейчас уже ухайдокал интересно ну в любом случае до вышки мы с вами добрались 50 очков репутации дренаж обнаружено ремонт найдено улучшение во как какое же а где где напишут нам какое улучшение новая задача так давайте изучим окрестности и посмотрим карту теперь ага смотрите сколько здесь всего застрявший прицеп обвал обвал это у нас все поручение да я так понимаю или задание еще один магазин прицепов и переход в смитвиллскую дамбу то есть мы можем ремонт ремонт у реки это что скаут 8000 слушайте а может быть это обнаружить надо или да это судя по всему обнаружить надо так переход это наверное у нас в заданиях так скаут сервисный прицеп это в другом конце карты это потом это потом так и вот здесь вот низкорамный прицеп с рампой но это на обратном пути нам нужно будет обнаружить значит наша сейчас задача отсюда вот с наблюдательной вышки все таки добраться до этого скаута 800 так но задания пока наверное брать не будем на обратном пути хотя можно магазин прицепов открыть ну давайте вот так вот вокруг поедем в круговую заглянем в магазин прицепов а потом уже к этому скауту проберемся конечно не самый близкий путь можно было напрямки сейчас а может так и сделаем может сейчас мы проберемся к скауту а уже на обратном пути поедем через магазин прицепов мне кажется хотя нет объедем вокруг а назад вот по этой дороге проедем заодно вот еще одно улучшение здесь смотрите открылась нам да поедем вот сюда через магазин прицепов скаут затем сюда к улучшению и вот так вот вниз по дороге вернемся к следующему улучшению все маршрут вроде как выстроил да так погнали а если мы чуть чуть правее возьмем там не лучше будет да вроде как получше смотрите чем в колее в этой да сидеть смотря на то что там вода даже пониженную включать не пришлось но это хорошо это хорошо выезжаем уже здесь уже асфальт ну или то что от него осталось но тем не менее тем не менее это лучше чем такая дорога road closet дорога закрыта да так подождите а мы туда вообще едем нет а здесь обвал задание нужно вот эти вот вещи нужно внимательнее смотреть на картах мы здесь сейчас и не проедем мы здесь сейчас и не проедем а вот здесь проедем а черт побери ну ничего не все коту масленица хотя наверное мэтью и пословицы такое не знает погнали назад грязь месить я так думаю возьмем так же вот сюда вот больше части ну что такое полный привод то включить надо и и попытаемся все таки по той дороге проехать что-то вот как-то не рассмотрел я этот обвал думал задание просто но не думал что дорога закрыта оказывается вот оно что Михалыч так а тут если взять тоже чуток левее чтобы не в колее нормально нормально гребем ох ты так и нам в общем то направо да в сторону туннеля даже указатель есть так вот тут аккуратнее не свалиться места конечно классные вот здесь бы удочку закинуть да времени нету нужно быстрее ехать пока ночь опять не наступила аккуратненько не торопясь здесь дороги не балуют ну в общем то и не угнетают особо сильно смотрите какая красотень просто природа почти что не тронутая почти опять дождик так а что у нас по времени что-то такое ощущение что дело к вечеру ну в принципе наверное да так здесь мы значит поедем прямо аккуратненько чтобы машину лишний раз не гробить потому что нам еще необходимо будет назад вернуться о какая пристань красивая я так думаю здесь мы не только покупать можем но и продавать прицепы так а чего никакое сообщение никакого сообщения не было что я его открыл или оно не должно было появиться ну просто магазин прицепов и все ладно двигаемся тогда к скауту это что-то я уже второй раз да прокололся сначала с этим обвалом теперь с магазином прицепом вот здесь мы залезть наверное не сможем а хотя может быть вот стоит вот здесь попробовать напрямки вот так вот в конце концов у нас же приключение правильно давайте проверим на что способен стоковый шевроле а хотя на карте это выглядит не так круто как здесь да навряд ли мы здесь вскарабкаемся конечно однозначно хотя вот тут вот вот тут вот какое-то место есть такое более пологое может быть сюда попробовать проехать просто глянуть я конечно сомневаюсь что здесь можно будет забраться ну на каком-то полноприводном суперском с лебедками может быть и можно а так нет так нет не пойдет мэтью военный человек а наивный как ребенок ладно погнали по дорогам так называемым опаньки повреждения два из двух это что слишком серьезно да что мы там повредили себе 120 колесо это вроде двигателю двигателю он урон наносится эх аккуратнее надо не гнать машина в любой момент может подпрыгнуть и так удариться что и картер пробьем а если картер пробьем то это как минимум одна бессонная ночь среди дикой природы а как максимум телепортация в гараж будем говорить так доставка эвакуатором да вечерняя заря красивая давайте вот здесь вот на этом фоне сделаем скриншотище так интерфейс все программа сообщила что скриншот снят все программа сообщила что скриншот можно продолжать довяжение ну а теперь нам соответственно не налево а наверх ух таскает добротно камни 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 нам не надо что же вы мне волосы эста показываете мне нужно сейчас направо будет уходить я вас понял подняться вон на ту гору а какая здесь дорожка ух ты блин вот чуть опять сейчас ошибку не повторил свою предыдущую у нас тоже какие-то задания да задание или поручение так а свет у нас горит то нет вроде горит так чё приехали мэтью не уж то приехали а Давайте хоть так выбираться. Давайте еще назад этой дорогой ехать по камням аккуратнее. И здесь камни кто-то раскидал, а? Шевроле, конечно, рвет. По таким камням лучше проползать осторожней. Он как кидает со стороны в сторону. Так. Ёлы-палы, нет, все-таки. Здесь лучше снаружи смотреть. Для этого скаута добраться не так-то просто. А, я еще хотел напрямую, да? Какие места-то опасные, а? Аккуратней, аккуратней. Камни, грязища. Полный привет, короче говоря. О, вот здесь вот еще я бы скриншот, наверное, сделал. Пока солнце не зашло. Довольно-таки красивое. Довольно красивый пейзаж. Все. Вот здесь горячей клавиши не хватает. Убрать интерфейс. Довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-довольно-д Все-таки не стоит, наверное, отключать. Потому что такая себе дорожка. Смотрите, заброшенный какой-то дом. Наверное, с привидениями. А вон и скаут стоит. Здесь, наверное, паутиной зарос уже. Так. Доступно для покупки. Смотрите, колеса тоже Нивовские, походу. У них у всех, наверное, такие, да? Интересный скаут. Доступно для покупки. Хорошо. То есть нам машину на халяву-то не дадут? Да, Мэтью, твоей наивности нету предела. Ну что, наверное, здесь и заночуем теперь. Наверное, здесь теперь и заночуем. Потому что... Сюда вот двигаться... Время не займет много. Здесь-то время не заняло больше, чем я думал. Поэтому, друзья... Давайте заглушим. Вот так вот. Все. Мэтью пускай ложится отдыхать. Ну а вы ставьте лайки, если вам нравится видео по данной игре. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И увидимся в следующей части. В следующей части мы будем плавно спускаться вниз. Заедем, значит, заберем улучшение. Ну и попытаемся открыть последнюю наблюдательную вышку в западной части карты. А потом нам предстоит все-таки вернуться в гараж. Планы меняются. И наверняка обстоятельства еще не раз заставят нас поменять планы в этой игре. Поэтому увидимся в следующей части. Всем удачи и всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok